С вами Николай Пивненко в проекте Дата. 30 марта. Сегодня Ладоденье. В этот весенний день принято воспевать матушку природу, которая просыпается после долгой зимы. Праздник назван в честь богини славянского пантеона Лады, покровительницы любви и брака. Ну а теперь о родившихся. Сегодня поистине день рождения художников, да еще каких. 1746 год. Франсиско Хосет де Гоя, выдающийся испанский живописец, гравюр и рисовальщик. 1776 год. Василий Тропинин, русский художник-портретист, кстати, автор портрета Александра Сергеевича Пушкина и знаменитой кружевницы. 1853 год. Винсент Ван Гог, голландский живописец. Фантастика. В 1894 году родился Сергей Ильюшин, советский авиаконструктор, трижды герой социалистического труда. А в 1945 году Эрик Клэптон, английский гитарист, певец и композитор. Год 1957, 30 марта, день рождения Елены Кондаковой, российского космонавта, политика, героя России. В 1980 году она окончила Бауманку и начинает работать в НПО «Энергия». В это же время ее будущий муж Валерий Рюмин совершает свой третий космический полет. Кстати, он был против полетов жены в космос, но та буквально сбежала туда и побывала в космосе дважды, при этом став первой женщиной, совершившей длительный космический полет. В 169 дней, 5 часов и 35 секунд. Год 1968, день рождения Селин Дион, канадской певицы. В 2004 ее признали самой продаваемой певицей всех времен. Удивительный факт, но такого успеха до нее не добивался еще никто. Селин Дион получила свое имя в честь популярной французской песни «Селин». В число своих маленьких слабостей она включает любовь к обуви, которой у нее более полтысячи пар. Событие дня. 1814 год. Официально союзные войска антинаполеоновской коалиции в составе России, Англии, Пруссии и некоторых примкнувших к ним стран штурмом берут Париж. Русские корпуса – основная движущая сила победы. Император Александр I, который люто ненавидел Бонапарта, становится триумфатором. Русский царь запланировал возмездие без крови. То есть войти в Париж во главе блестящей армии и быть великодушным по отношению к побежденным. Мало того, царь-освободитель въезжает в столицу на серой кобыле, той самой, которую ему 6 лет назад подарил корсиканский тиран. 1856 год. В Париже подписанием мирного договора фактически поставлена точка в Крымской войне, которая продолжалась с 1853 по 1856. В подписании участвуют представители России, Великобритании, Франции, Турции, Сардинии, Австрии и Пруссии. Турция в обмен на Севастополь и другие крымские города, взятые союзными войсками, получает город Карс, Молдавское княжество, часть Южной Бессарабии и Устье Дуная. 1858 год. Хайман Липман из Филадельфии патентует карандаш со стирающей резинкой на другом конце. Уникальный инструмент. Благодаря своей логической простоте до сих пор служит всем тем, кто любит больше карандаши, чем перо или ручку. 1934 год. Газета правда впервые употребляет фразу «ТАСС уполномочен заявить». После прихода к власти большевиков в октябре 1917 года Петроградское телеграфное агентство ПТА получает статус Центрального государственного информационного органа. То есть фраза означала, что так говорит, считает и заявляет целое государство. 1970 год. На экраны выходит фильм Владимира Мотыля «Белое солнце пустыни», который, безусловно, стал культовым. Ну а в 1976 начинается музыкальное панк-движение. На первый концерт группы Sex Pistols в одном из лондонских клубов собирается толпа целых 50 человек. В 1981 году в Советском Союзе впервые вводится летнее время. О нем говорят долго и много, как это хорошо. А главное, что коровы будут давать молока гораздо больше, потому что будут высыпаться и они, и доярки. Все время существования перевода стрелок так никто не смог доказать необходимость этой опции. В 2011 году, как обычно, перейдя на летнее время, эпопея с переводами времени в России закончилась. Ну и последнее. 1791 год. Национальное собрание Франции вводит определение такого теперь родного для нас метра. Одна сорокамиллионная часть длины парижского меридиана. В разгар революции французская академия наук поручает двум ученым произвести измерение и вычисление дуги этого самого парижского меридиана, который проходит с север на юг через всю Францию. Два астронома шли навстречу друг другу, отмечая точки на своем пути, а уже в декабре 1799 провозгласили введение новой единственной метрической системы. Затем из платины отливают эталонный метр, который передают на хранение в Национальный архив Франции. В действительности, чтобы метр составлял точно одну десятимиллионную часть четверти меридиана, его длина должна быть на 0,2 процента, больше из-за того, что наша Земля все-таки не идеальный шар. Впрочем, как вы понимаете, метр это не единственная мера длины на сегодняшний день. Мало того, в некоторых странах метр просто не признают. Ну что делать? Конкуренция есть конкуренция. С вами был Николай Пивненко в проекте Дата. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин